хочу рассказать вам о реальном случае произошедшем с моей кошкой и с ее котятами это уже было когда я нашла другого ветеринара рила в общем он спас мою кошку у нее такая болезнь была когда вот волокут лапы кошки кошки котята я думала что это какая-то болезнь что это может вирус какой-то оказалось мы поехали она уже лежала все произошло так кошечка моя она по 6 котят приносила два раза в год по 6 котят и у нее получилось что она родила 12 котят за один год и потом летом родила опять 6 котят видимо это для ее организма было очень вредно ну как сказал тоже врач она потеряла много кальций вот в ее организме произошла потеря кальция котята соответственно они сосали ее молочко и у них тоже также произошло что они как бы тут же это им немножко погодя это им тоже передалось еще одна была ошибка кошка она кошка у нас ходила на улице потом уже и она начала охотиться потом наша кошка вообще на мышей перешла я скажу вам что вот эти корма покупные врач тоже подтвердил только которые вот он мне показал которые именно хорошие корма самые лучшие в магазине корма это вот эти скотун которые феликс я бы их поставил на первое место на второе зеленые эти китики зеленые а так которые самые дешевые вот в этом случае именно с животными самые дешевые корма не самые плохие там мясо очень мало там все так раздуто просто и видимо не хватало ей мы еще зачем-то это тоже была глупость огромная подливали начали покупать молоко которое типа для кошек молоко в магазине фамила это вообще безумно дурацкое молоко его зря продают там вообще нет кальция и у котят это произошла ошибка у кошки надо было давать простое молоко которое вот продается видите хотела что лучше сделать когда кошка родила а получилось хуже простое молоко надо было давать из холодильника которое именно для людей продается и никакие там не замороченные дорогие эти типа для кошек а на самом деле это дрянь последняя и обязательно кошкам нужно давать простое мясо заморачиваться как некоторые там модничают я не даю вообще такое мясо да фу 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 я на кормах мы такие модные вообще эти корма это просто так дацу ветеринар говорит надо обязательно давать простое мясо вот курятину обязательно и мы потом котятам давали косточки грызти все это намного лучше они сразу лучше растут ну а тут они потеряли полезные вещества вот эти вот молоко это для кошек я покупала эти корма я там покупала и кошка потеряла кальций легла лежит все какая-то она вялая стала потом хуже хуже я бегом поехала я и давала антибиотики думала может это чумка какая-то изолировала ее от котят нет ничего никаких изменений это не антибиотики не чумку поехала к врачу он тут же это определенный потеря кальция и говорит животное может даже погибнуть в такой ситуации если вовремя не помочь можно помочь едой да если просто волокет ножки быстренько кормить нормально нормальным мясом нормальным молоком обыкновенным вот дацу можно купить хороший отличный корм вот который он дал корм он сказал на его выписывать но он дорогой корм этот корм да начал восстанавливать там даже дополнительно витамины были специальные и кошка именно этот корм ела он такой но не похожий как в магазине продают вот так и кошка была уже очень слабо ему пришлось вколоть ей кальций внутри вену вот потом мы пришли домой я и разложила этот корм который он ей дал курятинку отварила молоко нормальная налила но она не ела не ела потом потихоньку начала чуть-чуть чуть-чуть начала она вот с этого корма который он дал и потихоньку потихоньку восстановилась но он сказал что-то нужно делать попробовать котят так кормить они уже довольно большие были котятки ему же там 4 5 наверное было это вот он сказал ее от котят убрать мы их закрыли в ванну кошка сидела она упорно к ним рвалась но мы ему даже и обмотали он сказал ни в коем случае чтоб котята и и не сосали они последний кальций из нее высосут и тут у котят у котят вот она началась как бы медленно потом все больше и котята из шестерых котят у одного только не было вот этого что ноги волочь не было этого у того котенка который больше всех активно кушал а больше всего волок ноги котенок который наоборот меньше всех кушал который самый худенький был там самая маленькая девочка была вот у них было то же самое тоже мы насыпали этот корм принесли курятинки там эти косточки все им там наложили давали свежее много ложить не надо мы наложили вначале они как-то не ели им по чуть-чуть нужно давать молоко самое такое заблуждение вот это с котятами именно произошло это в молоко что я упорно покупала фамилии это молоко потом мы посмотрели в нем оказывается там содержание кальция очень низко мне кажется вообще никакое вот мы получше кошачье молоко было в росмане которая именно от фирмы от этой к это там или как называется именно которая самая подороже но она на 20 центов всего дороже но намного лучше но потом мы посмотрели все таки больше всего кальция содержится именно в коровье молоке которая с холодильника которая настоящая коровье молоко продается в обыкновенном магазине для людей и мы потом просто его наливали не надо ничего заморачиваться и котята в 1 1 восстановились но это было недели две наверно вот это восстановление вот и кошечка все потом забыли буквально про эти болезни и я переменила вообще рацион у своих животных потом вот эти дешевые топики которые продаются за 25 копеек там 29 вообще я их не брала вот банки особенно которую в банках тоже дешевые забыла сколько они стоили но они в разных магазинах которые самые дешевые именно в банках продаются их вообще не надо брать это там вообще мясо мало и самого низкого качества это скорее всего просто раздуто при помощи там каких-то веществ мясо тому граммулька буквально все мы переменили рацион врач сам сказал можно не заморачиваться не покупать там супер дорогие вот такие корма которые он дал это только для восстановления просто говорит давайте больше курятинки такого обыкновенного корма так что как и для нас тоже мы все-таки спустя время понимаем что вместо колбас какой-то там модной еды все-таки лучше что-то кушать естественно также точно и для животных моя кошка она и изначально тоже предпочитала обыкновенное мясо потом просто вот сами мы ее приучили мне даже кто-то говорил что как это так ты ложишь тарелочку и мясо это жизнь вредно откуда пошло это поверье я не знаю но это вот наши люди так придумали но откуда-то вот такое берется может мода это или не знаю в общем не старайтесь придумать что-то и потратиться пусть кошка кушает обыкновенную еду и будет она здоровее также есть есть много разных болезней у кошек лучше конечно если у вас есть возможность ставить свои кошки им функ прививку врача найдите хорошего врача постарайтесь лучше поехать куда-то по рекомендации все но только хорошего ветеринара найти потому что ветеринар среди ветеринаров очень много шарлатанов которые только деньги хотят получить это также и в германии и в россии а в россии у нас как он в селе вообще каждую только деньги брал и ничего не делал вот так что есть другие вирусный иммунодефицит кошек это как аналог спиды у человека когда животное теряет свою иммунную систему против этого ставят вот общую прививку лейкоз есть у кошек это тоже но он он как бы как лейкоз у человека но имеет вирусную природу и он заразный кошка кошку полизала там как-то поимели они контакт и заражаются естественно вот эти вот всякие болезни они окошко кошки дам передаются от одного животного к другому от собаки кошки в основном никакие болезни не передаются них разные болезни вот инфекционный перитонит такая болезнь есть тоже возбудители инфекционные это переносят это воспаление тонкого отдела кишечника это летальная такая болезнь с летальным исходом очень опасную особенно для молодых животных воспалительные процессы идут в области кишечника глаз ну я ничего не могу сказать про лечение вот этих болезней внешне все-таки лучше поставить прививку и если что-то случилось с вашей кошкой постарайтесь все-таки побыстрее поехать к ветеринару если есть какие-то антибиотики дайте но от многих болезней антибиотики все-таки не помогают и лучше делать прививку и еще если животное сидит дома стараться так чтобы она например не обнюхивала вам грязную обувь с улицы потому что с обувью с улицы тоже переносится гельминты и всякая дрянь я также сняла ролик про болезни собак про некоторые болезни собак если вас это интересует предлагаю вам посмотреть этот ролик до новых встреч